Корпус местных депутатов и депутатов Курултая от Нефтекамска полностью укомплектован. Поэтому горожанам 14 сентября предстоит заполнить лишь один бюллетень. На сегодняшний день на пост главы республики претендует уже 7 человек. И все они представители партии. Согласно закону, в этих выборах самоводвиженцы участвовать не могут. Предлагаемый законодательный механизм выбора президента опробуется в первые. Вы помните, несколько лет назад был принят закон, в соответствии с которым главы субъектов Российской Федерации возмущались законодательными органами субъектов Федерации по представлению президента Российской Федерации. А до этого были выборы глав субъектов. Возвращается, как говорится, в круги свои. Прием документов от кандидатов закончится 9 июля. После этого у претендентов будет еще 10 дней для подачи более подробных сведений о себе. В этом смысле законодатели вновь ужесточили рамки. Нужно указать не только доходы, место работы, но и место учебы и даже погашенную судимость. А также собрать подписи не менее 5% местных депутатов, желающих видеть вас на посту. Их подлинность должна быть нотариально заверена. После этого все документы в ЦИКе Республики будут проверять еще до 28 июля. Именно в этот день и станет известен окончательный список кандидатов на пост главы Республики. Избирателям, которые не смогут в день выборов проголосовать на избирательном участке, в этом участке дается право голосовать, получают открепительное удостоверение, соответственно, и проголосуют в том избирательном участке, в котором они будут находиться в день выборов. Как и прежде, территориальная избирательная комиссия будет выдаваться с 30 июля по 3 сентября, а участковая избирательная комиссия – это 4 по 15 сентября. Однако часть жителей Краснокамского района, относящиеся к Краснохолмскому избирательному округу, 14 сентября будут выбирать еще и депутата Курултая. Дело в том, что избранный в свое время Зуфар Иникеев был назначен председателем Конституционного суда Республики, и теперь его место свободно. И еще, как пояснили в ТИКе, закон о графе в бюллетене против всех приняли, но он вступит в силу только с 1 января 2015 года, поэтому на этих выборах ее не будет, как и видеокамер. Зато три участка будут оборудованы электронными системами подсчета, а вот на остальных 47 участках урны, опять же, согласно изменениям, станут прозрачными или полупрозрачными. Лилия Грифульна, Дмитрий Кузнецов, Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова